Вسم الله, الحمد لله, السلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وعلى مبعه Первый сегодняшний вопрос إلا أوصى لولادي فولان فالي أدخلوا فيهم الناس Говорит, если человек оставил в качестве завещания что-либо, сказав, что это сыну, или точнее ребенку, ولят, сказав, что это ребенку такому-то, то входит ли в понятие ребенок в данном случае девочки? То есть, допустим, у человека есть сосед, у него есть дети, мальчики и девочки. Когда он оставлял на следствие завещание, точнее он сказал, это имущество ребенку такого-то, или детям такого-то. Входит сюда девочки или не входит. قال ابنكудама في المغني Говорит ابنكудама в своей книге المغني إلا أوصى لولاديه أو لولادي فولان فإن ولي الزكور والإناس والخناس Если человек оставил завещание своим детям, имеется в виду кому? Внукам и тому подобное. То есть, те, которые не наследуют. Или детям такого-то, то сюда входят все. Как мальчики, так девочки, так и хунца. То есть, человек с неопределенным полом. لَا خِلَا خِذَلِكَ В этом, говорит, нет никакого разногласия. لَا نَلْ إِسْمَ يَشْمَلُ الْجَمِيَ Потому что слово «ребенок» включает в себя всех. قال الله تعالى, как сказал Всевышний Аллах, يُصِيكُمُ اللَّهُ فِيهُ لَدِكُمْ لِزَكَرِ مِسْلْحَزْزِلُنْ سَيِّ Всевышний Аллах оставляет вам завет относительно ваших детей. Мальчиков в два раза больше, чем девочек. Отсюда понимается, что под детьми кто имеет в виду? Как мальчики, так и девочки. قال الله تعالى, как сказал Всевышний Аллах, Всевышний Аллах не взял себе ребенка. Здесь неправильно говорит, сюда входят только мальчики, а про девочек в этом аяте речи не идет. Нет, под ребенком здесь имеются в виды все, как мальчики, так и девочки. Говорит нахаз Закара валь-унса джимиян. В этом аяте Всевышний Аллах отрицал от себя, как мальчика, так и девочку. С этим пока разобрались, значит, если человек скажет, это завещание детям такого-то, то сюда входят все дети такого-то, как мальчики, так и девочки, так и дети с неопределенным полом. То, что называется хунса. Дальше говорит. Если же он скажет, это моим сыновьям, или сыновьям такого-то, то в этом случае под этим могут подразумеваться только мальчики. Сюда уже не входят ни девочки, ни хунса, ни люди с неопределенным полом. Это говорит мнение уже большинства ученых. В первом случае было что? Единогласие. Здесь, говорит, уже есть разногласие, но мнение большинства, что под слово сыновья такого-то входят только мальчики, сюда уже девочки не входят. И это мнение о шафии, а также ханафитах. И второе мнение в этом вопросе, это мнение Хасана Адбасри, а также Исхака, а также Абу-Саура, которые сказали, Сюда входят как мальчики, так и девочки все вместе. Потому что если бы человек сказал, это либо не фулян, сыновьям такого-то, и имел ввиду какую-то кабилю, то есть какую-то племя, то туда входят все и мальчики, и девочки. Понятна аргументация второго мнения? Значит, смотри, брат, если человек говорит, данное завещание сыновьям такого-то, вопрос, под сыновья кто входит, только мальчики или туда девочки тоже включаются? Первое мнение, мнение большинства, что под словом сыновья включаются только мальчики в этом случае, девочки не включаются. Второе мнение, мнение Исхака, Абу-Саура и других, которые сказали нет, сюда включаются также девочки. Почему? Потому что ты скажешь, сыновья такого-то, имею ввиду целое племя, целое племя, тысячи человек может быть в этом племени находятся, сотни, там есть кто говорит, там есть и мальчики, и девочки. Также сегодня говорят, сыновья Музафара, сыновья такого, имея в виду целое племя, не имея в виду только его сыновей, мальчики и девочки, нет, имея в виду все его племя. Сказали, значит, здесь под слово сыновья должны входить как мальчики, так и девочки. Ва кады Саури, третье мнение в этом вопросе, это мнение Суфьяна Саури, который сказал, инкану зукура ва инасен фа ва байнахум. Если у такого человека есть и мальчики и девочки, тогда да, в слово сыновья входят и мальчики и девочки. Ва инкунна банатин ла закарама агунна. Если же у него будут только девочки и не будет мальчиков, фа ла шайала агунна, то в этом случае девочки уже не входят в это завещание. Почему? Потому что одни только девочки не называются сыновьями. Одни только девочки, если у человека есть, про них не говорят сыновья такого-то. Но если у человека есть и мальчики и девочки, про них можно сказать сыновья такого-то. Понятно? Слово Саури. Говорит, «Ля анну, ма тачтама аз-зукур валь-инас, халаба лазу тазкир». Потому что ведь если собираются у одного человека среди детей и мальчики, и девочки, их можно назвать мужским родом. Можно назвать мужским родом, то есть сыновьями. «Уада халати аль-инас». И сюда уже входит также и девочка. «Калабз аль-мусульмин аль-мушрикин». Как слово «мусульмане» или «кто? Многобожники». Мусульманин, а точнее «мусульмане» это слово мужского рода или женского рода? В основе своего мужского рода. Но сюда входит все, и мужчины, и женщины. То же самое, и многобожники. Сюда входит все, и мужчины, и женщины. «Каля». Далее говорит им Макудама, после того, как привел три мнения в вопросе, говорит, «Валяна анна лавз аль-банин и ахтасу зукур». А говорит, «За нас то, что слово «сыновья» касается только мальчиков». «Каля Аллаху Тааля», как сказал Всевышний, «Астаф аль-банати аль-банин». Неужели он избрал девочек над мальчиками? «Ва каля Тааля» также сказал Всевышний Аллах, «Аминтаха замим маяхлику банати ну асфакум бильбанин». Неужели из того, что он создал, он выбрал себе девочек, а вас избрал мальчиками? «Ва каля» также сказал, «Зуги на линнасе хубб шагуат и минан ниса и валь-банин». Говорит, разукрашена людям хубб шагуат, то есть любовь к земным страстям и женщин и сыновей. «Ва каля» также сказал, «Аль-малю валь-бануна зинатуль хаятеддуния». Имущество и сыновья являются украшением этой ближней жизни. «Ва каля хбар анну мляештагун аль-банат». И после этого сам же Всевышний Аллаху Тааля неоднократно сообщает, что эти многобожники не хотят девочек и не считают, что девочки являются украшением этой дуни. И не считают, что страстно желать, страстно желать. В качестве детей можно девочек, но считают, что страстно желать можно только мальчиков. Имеется ввиду появление их на свет, чтобы гордиться мальчиками и тому подобное. Правильно или нет? Говорит, поэтому Всевышний сказал, «Ва яджалюна лиллях аль-банат субхана». Они говорят то, что у Всевышнего Аллаха девочки. Приславен он. «Ва лагум маяштагун». А им вместо этого то, что они хотят. То есть неужели многобожники хотят сказать, что у Всевышнего Аллаха девочки, а у них, машалла, мальчики. Говорит, «Ва ядабу шарахад бель-унса». Если одного из них обрадует девочкой, то у него мрачнее лицо и тому подобное. Не знает, куда деваться от людей. Есть же вот этот аят. Отсюда что берется? Что многобожники в первые времена не считали девочек за украшение этой жизни. И поэтому Всевышний что сказал? «Аль-малю-валь-банун». Зинат уль-хаятед-дуни. «Имущество и сыновья являются украшением этой дуни». Слово «сыновья» девочки входит в этом аяте или нет? Говорит, не входит. Потому что многобожники не считали украшением этой жизни дочерей, а считали именно только сыновей. Говорит, «Ва ядабу шарахад». Но говорит, «Да, мы согласны с тем, что девочки входят в понятие сыновья, если речь идет о целом племени». Потому что здесь уже слово всего истинного арабского значения «сын» переходит на значение в обычаях людей, в традициях людей. Поэтому женщина про себя говорит, «Я из сыновей такого-то». Девочка, женщина, сама про себя говорит, «Я из сыновей такого-то». Когда, «Изан-тасабат-илан-кабиля». Если хочет приписать себя к племени. Говорит, «Ва ла-та-кулю-залека, идан-тасабат-илан-кабиля». Но если она приписит себя к племени. Она уже не говорит, «Я из сыновей такого-то». Правильно или нет? Она говорит, «Я из дочерей такого-то». Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что если человек оставил завещание и сказал это завещание детям такого-то, то под слово «дети» или «ребенку такого-то», то под эти слова входят все. Как мальчики, так девочки, так и дети неопределенного пола. Если же человек скажет, «Это сыновьям такого-то», то мы смотрим, кого он подразумевает под этих. Если он подразумевает только его сыновей в качестве его узкого семейства, то есть его сыновей от его жены или от его жены. То есть сюда входят только мальчики, девочки сюда не входят. Девочка про себя не говорит, я сын такого-то, называя человека, отца своего. Правильно ли? Но он говорит, ана бин туфуля? Я дочь такого-то. Но если человек, оставляя завещание, имел в виду целое племя, хотел указать на племя сыновьям такого-то, то есть племени, допустим, Либани Гашим, я оставляю это племени Гашим. То есть уже переводится сыновья Гашима, но имеет в виду племя. Понятно? Бани Тамим, Бани Гашим и так далее. То есть здесь входят как мальчики, так и девочки. То есть здесь надо смотреть на второе, на второстепенное доказательство. Что имел ввиду человек? Целое племя имел ввиду или только его узкую семью, его детей от его жен? Далее. Следующий вопрос. То есть мы не знаем, какого пола девочки являются или мальчиком. Но с хунцой брат как поступается? Ему откладывается. Откладывается часть, пока не станет известным его пол. Если станет известно, что он мальчик, тогда забирается у него эта часть и раздается тем девочкам, которые были. Если станет известно, что девочка, остается эта часть у него, как у девочки. Если так и не выяснится, какого он пола, тогда забирается у него опять это имущество и отдается обратно девочкам, потому что он девочкой не называется. Этот вопрос ясен или нет? Здесь сложного нет. Далее. Следующий вопрос. Допустим, так, или семейство. То это говорит всего лишь его прямым детям. Его прямым детям. Не касаются здесь посторонних детей. А что касается внуков, то говорит, внуки сюда не входят. Кроме как, если на это указывают косвенные доводы. Еще раз. Значит, человек сказал это завещание детям такого-то. Что мы понимаем под детьми? Понимаем ли мы не только прямых детей, а также и внуков? Или понимаем только прямых детей? Говорит, в основе понимаем только прямых детей. Внуки сюда не входят. Кроме как, если есть косвенные доказательства, что внуки сюда тоже входят. Как, например, если он сказал это детям такого-то, а у такого-то нет детей прямых, а только внуки есть. Тогда, естественно, понятно, что он имел ввиду внуков. А ухали или если сказал, Если сказал, И не давайте сыновьям его дочери ничего. Отсюда что получается? Что сыновья сыновей заслуживают это завещание. А ухали или если он сказал, Или если он сказал, Кроме детей такого-то его. То есть смотри, допустим, у нас человек Ахмад. У него есть дети. Среди детей Мансур. У Мансура свои дети есть. То есть у Ахмада есть внуки от кого? От своего сына, со стороны своего сына Мансура. И, допустим, у Ахмада есть второй сын. То Заид. У Заида тоже есть внуки. Человек говорит, это детям Ахмада. Но, говорит, сыновья Мансура сюда не входят. Отсюда что понимается? Что сыновья Заида сюда входят. Что сыновья Амра сюда входят. То есть внуки со стороны Мансура и со стороны Амра входят. То есть как бы тебе Ибн Кудамыч а что хочет привести? Приводят, какие могут быть вот эти косвенные доказательства, которые указывают, что входят не только прямые дети, но и внуки тоже. Вот это для этого он сейчас все это разъясняет. Говорит, а ухаббалю у аляда фулана аля гайрихим. Или говорит, отдайте предпочтение сыновьям, допустим, Мансура над сыновьями Зайда. Отсюда понимается, что сыновья Мансура тоже входят, внуки тоже входят, а не только входят прямые дети, сам Мансур и сам Зайд. Но их внуки, а их дети тоже входят, то есть внуки Ахмада. Говорит он Ахазар, какие тому подобные фразы, которые указывают на то, что человек имел ввиду не только прямых детей, но и внуков также. В этом случае они входят, внуки тоже входят в завещание. Говорит, потому что это слово включает себя или в себя их. И есть, говорит, косвенные доводы, которые указывают на то, что внуки тоже входят, поэтому получается, как будто бы он явно высказал о том, что внуки тоже входят, хоть и сказал дети. Говорит, а если указывает довод на то, что они выведены и не входят в понятие дети, то вот тогда, тем более, они ничего не получают. Теперь третий вопрос. А если никаких косвенных доводов нет, тогда они тоже не попадают в завещание. Значит, у нас какие могут быть ситуации, брат? Человек говорит, это завещание детям такого-то. Спрашиваем, внуки сюда входят или нет такого-то. Говорим, здесь может быть три ситуации. Если косвенные доводы указывают на то, что он внуков также имел ввиду, то внуки входят в завещание. Если косвенные доводы указывают на то, что он не имел ввиду внуков, тогда они, внуки, не входят в это завещание. Если же нет никаких косвенных доводов ни за это, ни за это, то внуки тоже не входят в завещание. Потому что, говорит, слово дети в его истинном значении, в его прямом значении, включая в себя только каких? Прямых детей. Если же нам кто-то скажет, но Всевышний Аллах уже сказал, Всевышний Аллах оставляет вам завет относительно ваших детей, мальчиков в два раза больше, девочек. Понятие детей же сюда тоже, внуки же входят. Кто-то может так сказать или нет? Привести этот аят, сказать, как вы в детей не включаете внуков, когда Всевышний Аллах включил в понятие оля, в понятие дети, внуков. Кульна, говорит Ибн Кудаму, мы на это ответим в следующем. Аятам-то вы тоже не должны этих внуков включать, потому что в этом аяте тоже внуки не включаются, если есть прямые дети, если есть сын. А что касается, если у человека, то есть в вопросах наследства есть, дочь, внуки входят или нет? Входят. Они на каком основании входят? То есть забирают только то, что останется после девочек. Девочкой сначала дочь забирает полнаследства или две трети, если их две, а остатки уже заберут внуки всякие, правнуки и тому подобное. То же самое говорит здесь. У нашего человека, которому остается завещание, есть прямые дети. Соответственно, если мы говорим про внуков, внуки могут вступить в дело только если после детей что-то останется. А после детей что-то останется или нет завещания? Ничего не останется. Прямым детям оно будет раздано полностью. Понятно, как ибнук Удама ответил вот на эту аргументацию этим аятом или нет? Понятно, иншалла. Говорит, как мы, говорит, разъясняли эти подробности в вопросах о наследстве. А здесь это невозможно. Что здесь невозможно? Здесь невозможно такого, что после детей может быть что-то останется внуками завещания. Если я стал детям, мы сразу всем детям все раздадим. А внукам уже не останется ничего. Поэтому, говорит, внуки не входят в данном случае в понятие дети. И так же сказал ибнук Удама, ва инвоса ли валиди фулян, а в бани фулян. Угум кабиля. Теперь вторая большая ситуация. Первая большая ситуация какая была? Если человек говорил детям такого-то, как мы сказали это, они не представляют из себя племя целое, целую кабилю. Нет, они представляют только что? Представляют из себя только семейство небольшое. Отец, мать, дети его, внуки его. Все. Говорит, а если же, он сказал, я оставляю это детям такого-то, и они представляют из себя целое племя. Говорит, кабани гашим, уабани тамим, как есть скажет, сыновьям гашима, сыновьям тамима, а гашим может уже 500 лет назад умер, 1000 лет назад умер. Понятное дело, что он здесь не имеет в виду его прямых детей, потому что прямые дети, может быть, уже 1000 лет назад умерли. Говорит, да халафи им, а за король унса уль хунса. Поэтому в этом случае сюда уже входят все, все представители этого племени. Мальчики, девочки и кто? Хунса. То есть люди с неопределенным полом. Причем не только дети. Взрослые тоже входят, старики тоже входят. Потому что все они считаются детьми гашима. Понял? Который умер 1000 лет назад, допустим. Или тамима, который умер 1000 лет назад и так далее. Говорит, но входят только какие дети, которые действительно составляют собой племя. А это кто? Это сыновья гашима, дочки гашима и все внуки гашима со стороны кого? Сына. Потому что внуки гашима со стороны дочери не являются его племенем. А кем они являются? Они являются входящими в племя мужа этих дочерей. Человек пришел, женился на твоей дочери. Дети к кому приписываются? К тебе приписываются? К твоему племени или к племени мужа твоей дочери? К племени мужа твоей дочери. Поэтому они в данном случае, то есть внуки человека со стороны дочери не входят в это завещание. Этот вопрос понятен или нет? Потому что они составляют собой табили. Дальше, племя. И мы дали бану Исраиль, то есть сыновьям Исраиля, книгу. Исраиль это кто такой? Якуб нам. Сыновьям Исраиля, книгу. Женщина не хочет, что ли, в это понятие? Женщины могут не придерживаться шариата Исраиля или нет, или шариата Муса, алейсалам. Не обязаны, обязаны придерживаться, несмотря на то, что Всевышний обратился к ним как к сыновьям. Потому что когда говорят, сыновьям такого-то имеется в виду, кабили сюда входят все, и женщины, и мужчины. А почему тогда внуки со старыми дочерей не входят? Потому что они не приписываются к этому племени. Они начинают приписываться к племени своих отцов, то есть мужей этих дочерей. Тандих Мухим говорит важное примечание. Это уже слова кого? Шейх Мухаммад и Мухизам. Говорит, альфа зуль мусы, вал ваакф, юра афиа урфу гума. Говорит, слова, которые произносят оставляющие завещание, или оставляющие ваакф. Говорит, эти слова необходимо рассматривать в свете их обычаев. Потому что если у слова есть какое-то значение в их обычае, то ему отдаётся предпочтение перед значением этого слова в арабском языке. Потому что, может быть, люди взяли слово из арабского языка и используют его в своих значениях. И вообще не имеют в виду тот смысл, который изначально заложен в арабском языке. Говорит, Если же использование слова в обычаех людей не противоречит его основному значению в арабском языке, тогда никакой проблемы нет. Можешь использовать хоть так, хоть так, всё равно значение будет одно. И вот это важное примечание, говорит, что даёт нам отдохнуть от многих вопросов, которые учёные пишут в своих книгах. Потому что все они возвращаются к этой основе. Если человек скажет, так, как поступать? Если так, как поступать? Если так, как поступать? Говорим, смотрим, соответственно, обучим. Что имеется в виду у этих людей под этими словами? Что они под ним подтверждаются? И всё. Постановление воноится один на то. Поэтому, брат, здесь можно было ещё десятки, двадцатки вот таких вопросов писать. Если человек скажет тому, если человек скажет другому, если скажет соседу, если скажет папе, если скажет маме и тому подобное. Можно много так говорить. Правильно или нет? Но всё это не нужно, потому что возвращается к единому правилу. То, что слова возвращаются к чему? К их использованию в обычных людей. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Если человек оставил завещание целой группе, которую невозможно объять, то есть из-за их большого количества. Как если он оставит завещание великому племени? Кабани Гашим, как, например, Бану Гашим. То есть измеряется сотнями тысяч человек, возможно. Или говорит Аулиль Фукара, Аулин Масаким. Или если скажет нищим, или скажет беднякам. То есть сколько бедняков не измерить? Говорит Фамадову Ахмаду Шафи Амну Исих. Первое мнение в этом вопросе, это мнение Мама Шафи, а та же Ахмада, то, что это завещание считается действительным. И имам Ахмад говорит, и завещание считается использованным, если это завещание, то есть имущество, было передано хотя бы одному из этих групп, хотя бы одному представителю кабили Бану Гашим, или одному представителю бедняков. Говорит Аулин Масаким. А имам Ашафи говорит, нет, как минимум троим надо отдать, потому что три это минимальное множественное число в арабском языке. И второе мнение в этом вопросе, сказал Абу Ханифа, а та же Ашафи, и в другом мнении от него, сказали, нет, целому племени, то есть завещание оставлять нельзя, не является действительным. Потому что их невозможно объять. И в шариате не установлено так же пределов, как выполнить это завещание. То есть если оставлено целому племени, как это выполнить? Так, одному ли дать, двоим ли дать, десятирым ли дать, сотни ли дать, всем дать, невозможно быть всем дать. Бехиллафа-фукара, в отличие от другого завещания, если человек скажет беднякам, то есть второе мнение в этом вопросе какое? То, что если скажет кабили, то есть племени такому, то это не действительно. Но если скажет беднякам, то это действительно. Каза аля ла шафи'ия, так сказали шафииты. Уалля ла ла ханафия бидухуля ла гния, то есть шафииты какой довод привели, что племени нельзя оставлять завещание? Сказали, потому что шариат нам не установил путь, как выполнить это завещание. Потому что всему племени отдать не можем, тогда как отдать? Это у нас не установлено. Соответственно, такое завещание не действительно. А ханафиты как сказали, почему нельзя племени отдавать? Сказали, потому что в племени есть богатые, есть бедные. Получше, что ты оставляешь завещание богатым людям. А это, говорит, не является верным. Но, при вернемся к первому мнению, ответили на это. Сказали, нет, разрешено оставлять, будь то кабили или будь то беднякам. Говорит, потому что, говорит, что не является обязательным условием передать это завещание всем-всем представителям племени, или всем-всем беднякам на свете. Говорит, нет такой границы. И границы минимальной тоже нет. И дается мало или много, одному или нескольким, или многим, так это уже смотрит кто. Муса-Илей, здесь имеется в виду Назр, Назр-Аль-Васи, то есть тот, которому поручено присматривать за завещание. То есть, завещание просто так воздуху не отдается, есть человек, который присматривает за этим завещанием. Соответственно, он уже будет решать, как судья в этом вопросе, будет решать, кому что оставлять. Если уже не получится у него это решить, или он не сможет это выполнить, это задание, тогда уже они должны обратиться к суде. И судья уже вносит постановление, как поступать с этим завещанием. То есть, кому конкретно передать из этого племени и тому подобное. Кама-Юс-Ма-Ал-За-Ли, кама-Аль-Фухара-Ва-Ла-Ли. Так же, как поступают с бедняками. То есть, значит, второе мнение с бедняками тоже согласны. Говорят, проблем нет, беднякам можно оставлять, хоть их и бесконечно много. Но нельзя оставлять только кому? Племени большому. Почему? Первый сказали, потому что их невозможно объять, и мы не знаем, кому тогда отдать и как выполнить данное завещание. А ханафиты сказали, нельзя племени оставлять, потому что среди них богатые есть. А богатым, говорит, завещание не оставляется. А правильное мнение в этом вопросе какое? То, что племени можно оставлять. Завещание так же, как беднякам. Бедняков тоже много. Как вы будете поступать с ними? Мы спрашиваем, кого? Шафиитов и так далее. Как вы будете тогда поступать с бедняками? Говорят, здесь уже обычаи людей вступают в дело. Сам, присматривающий за завещанием, знает, что делать с этим завещанием. Кому конкретно из бедняков отдать и тому подобное. Если не смогут, тогда судья это решит. То же самое с племени. То же самое с племени. Далее. Следующий вопрос. Говорит Мусы, то есть тот, который оставил завещание, может ли отказаться от своего завещания? То есть еще до смерти сказать, не, я все, отказываюсь. Это завещание аннулирует. Может так сделать человек или нет? Говорит, или это подобно подарку? То, что вот подарок же, если ты подарил, ты же уже не можешь не возвращаться. Правильно или нет? Вусы, завещание такое же постановление несет или другое? Говорит Аджма Альюль Альм Аля Анна Лил Мусы, Аль Ярджиа. Говорит, единогласное мнение ученых состоит в том, что человек, оставивший что-либо в завещании, может отказаться от этого завещания и аннулировать его. Кроме завещания относительно освобождения раба. То есть относительно этого уже нет единогласного мнения. Но в этом вопросе уже есть разногласие. Говорит Накал Аль Альм Аля Залика Ибн Хазм. Единогласное мнение об этом передал Ибн Хазм. А также Ибн Худама, а также другие. Сказали, почему? Потому что, говорит, это завещание, когда он его написал, то есть по факту написания завещания имущества из его рук не выходит. Правильно или нет? Из его рук имущество выходит когда? Когда он умрет. Когда он умрет, тогда это завещание вступает в силу. А раз так, значит, имущество до сих пор в его руках, он может отказаться от него. Он не дал его как подарок, уже не успел передать. Нет, но до сих пор в его руках. Может его продолжить, а может отказаться. Говорит, и разногласие в чем? Разногласие относительно завещание об освобождении раба. Если человек написал завещание, я завещаю освободить такого-то раба, может от него отказаться или нет. Говорит, большинство ученых и в этом вопросе считают, что он тоже может отказаться от этого завещания. Это мнение Ата, Джабир ибн Зайда, Аззухари, Имамамады, Кашафии, Ахмада, Исхака, Абхавра, Вазалика, Лианна, Авасия, Кагириха. Сказали, потому что это обычное завещание, будь то про раба или про кого-то другого. И говорит, завещание это что такое? Это как подарок, который вступает в силу по факту смерти. Поэтому, говорит, человек может вернуться от завещания до того, как оно вступило в силу. Говорит, и второе мнение в этом вопросе, это мнение целой группы ученых, которые сказали, то есть человек не может вернуться и отказаться от своего завещания. Это мнение Ашаби, Ибну Сирина, Ибну Шубрума, Ибрагима, Нахай, Ляну и Ата, Баадан Мод. Сказали, потому что это освобождение после смерти. Фалам ямлик тагироу кат тадбир. Человек не может его изменить, как если пообещал рабу, что он свободен после смерти. Тадбир сделал, мудаббар. О, джиба! Но на это ответили, приверенцы первого мнения и сказали, бянна тадбир таалика тааликун бешарт. То, что тадбир это другая вещь. Что такое тадбир, брат? Когда человек говорит своему рабу, ты свободен после моей смерти. Это не завещание. Это не завещание. Но это что такое? Это подвешивание, освобождение под условия. Говорит, фалам ямлик тагироу кат аликия аля сифа фил хая. Поэтому человек не может это изменить. То есть, если он уже дал такое слово и подвесил это под определенное описание, он его изменить не может. Фафара ка манахну фиминал васия бил итк. Поэтому говорит, тадбир отличается от завещания. Фэйну лам юатикуу бешарт мустакбаль кат тадбир. Потому что, говорит, васия, завещание, не включает в себя условия. Включает в себя никакое условие. Человек просто пишет, человек свободен, что по завещанию. То есть, вступает после смерти. Ваховлю лжемуру ласалаб о беляй тоуфьек. И, говорит, правильным мнением в этом вопросе является мнение большинства ученых. Является мнение большинства ученых. То, что человек может отказаться от завещания, даже если завещание он завещал освободить раба. Значит, общее мнение в вопросе какое? Может ли человек отказаться от завещания, которое он написал? Он может отказаться от этого завещания, каким бы оно ни было. Следующий вопрос. Человек сказал, этот дом я оставляю в качестве завещания зайду. Потом написал другое завещание, через год или через пять лет, или через десять. Сказал, я оставляю этот дом в качестве завещания бакру. В итоге, кому все-таки это завещание или этот дом? Кому переходит? Зайду или бакру? Или и зайду и бакру вместе? Говорит, большинство ученых сказали, это не считается отказом от первого завещания. Но дом будет им двоим, и зайду и бакру. Это мнение Рабиа, имама Малика, Саури, Шафия, Ахмада, Исхака, ибн Мунзера, Ханафитов. Потому что, говорит, это слово неявное, что человек отказывается от своего первого завещания. Но возможно, что он хотел объединить их двоих в одном этом доме. То есть и бакра, и зайда. Поэтому, говорит, мы не можем оставить вопрос, которым мы убеждены, из-за того, в чем мы сомневаемся. То есть мы убеждены, что он оставил дом Зайду. Убеждены, что он оставил дом бакру. Теперь понять не можем. Сомнения есть. Зайд аннулировался, и осталось только бакру, или Зайд тоже включается? Приходится, говорит, его включать. Потому что у нас нет уверенности, что он этим сам аннулировал первое завещание. И второе мнение в этом вопросе, это мнение других ученых, которые сказали, дом остается последнему. То есть, кому в нашем примере бакру получается? Говорит, это мнение. И сказали, что это подразумевает под собой отказ от первого завещания. Но правильными являются мнения большинства ученых. Пока не будет у нас какого-то косвенного доказательства, которое указывает на то, что человек этим самым хотел отказаться от завещания первому человеку. Значит, если человек оставил два завещания, сказал, я этот дом оставляю, зайду. Потом нашли при нем другое завещание. Сказали, я этот дом оставляю бакру. Как поступать? Известно, что первое написано раньше, чем второе. У каждого дата стоит. Здесь стоит, допустим, такой-то год, здесь стоит год позже. Можно ли сказать, что второе аннулирует первое? Нет, в этом случае, говорим, дом остается им обоим. Потому что в завещании во втором не указано, что это второе завещание аннулирует собой первое. Следующий вопрос. Если человек скажет, то, что я оставлял в качестве завещания такому-то, то оно такому-то. Здесь уже ученые единогласны, что это завещание остается второму, а первое завещание аннулируется. Это мнение Ашафи, Атаж Абу-Саура, Атаж Ханафитов. И этому соответствует также Мазаб Хасана Аль-Басри Ата Тауса. И вообще мы не знаем, чтобы кто-то этому мнению противоречил. Потому что здесь уже человек явно заявил, что вторым своим завещанием он аннулирует первое. Потому что сказал, что то, что я оставлял первому в качестве завещания, то оно второму, то оно второму. И сказал Аль-Имрани в своей книге Аль-Баян, Говорит Ашейх Абу-Исхак, то есть из шафиитов, передал, говорит, что другое мнение у шафиитов, то, что оно обоим, не считается второе аннулированием первого. Говорит сам же Аль-Имрани, что все-таки первое более правильно. Что здесь имеется ввиду, второе аннулирует первое и переходит завещание только ко второму. А первое это уже не касается. Далее следующий вопрос. Следующий вопрос. Посредством чего? Можно вернуться от завещания. То есть каким образом ты можешь отказаться от завещания? Словом, делом, записью, свидетелями или как? Говорит Яхсул Руджо, Говорит человек, отказывается от своего завещания тем, что на это указывает. Либо словом, либо делом. Как если человек скажет Если он скажет, я возвращаюсь от своего завещания. Или аннулирую его. Или меняю его. Или если скажет то, что я завещал такому-то, то оно такому-то. Или скажет это, то, что я оставлял в качестве завещания, это моим наследникам. Или скажет в качестве моего наследства. Ведь если человек съел то, что завещал, или накормил кого-то тем, что он завещал, или уничтожил этот предмет, который он завещал, или подарил кому-то, или отдал в качестве садака, или продал кому-то, или это была одежда, которая не была по его телу, но он перешил его по его телу и начал носить. Или это была рабыня, и он совершил с нее полуакт, и она забеременела, и тому подобное. Все это считается за возвращение в чем завещание. Все действительно так и есть, кроме рабыни. Кроме рабыни, если забеременеет от него, то она не выходит из завещания, все равно должна перейти по завещанию. Но слова Ибн Кудама строятся на мнении большинства ученых о том, что если женщина, то есть рабыня, родит от хозяина, то она свободна. Некоторые сказали по факту беременности, некоторые сказали по факту рождения, некоторые сказали по факту смерти хозяина. В общем, она должна прийти к чему? К освобождению в итоге. Но правильное мнение то, что она не освобождается по одному лишь этому факту, поэтому она остается в завещании, и данное действие не является исключением ее из завещания и аннулированием завещания. Дальше говорит, Все от кого до меня дошло знание, единогласно о том, Если человек оставил в завещании кому-либо еду, и сам же ее съел, Или какой-то предмет, но потом его погубил, Или подарил это, или оставил в качестве садака, Или была у него рабыня, которую он оставил в качестве завещания, а потом она от него забеременела, Что все это является отказом от завещания. Что касается вот этих последних моментов, забеременела или родила рабыня, То относительно этого есть разногласия, И его мы будем изучать, когда будем изучать вопросы рабов, рабынь и тому подобное. Далее говорит, И говорит, передается от ханафитов, То, что если человек продаст тот предмет, который он ставил в качестве завещания, Это не считается за отказ от завещания. Почему? Потому что он продал не просто так этот предмет, но взамен забрал деньги. Говорят ханафиты, поэтому эти деньги остаются в качестве завещания, вместо предмета. В отличие от чего? В отличие от подарка. Когда человек подарил этот предмет, который сам же завещал, Получается, что он отказался от завещания. Почему? Потому что взамен он ничего не получил. Но на это было отвечено тем, что тем, что он его продал, он удалил свое владение от этого предмета. Так же, как если бы он его подарил. Поэтому считается, что этот предмет вышел из завещания. Его уже нет во владении человек. Как он может его оставить в завещании, если эта вещь не его? Дальше. Здесь повторение идет. Это надо вычеркнуть. И на следующей странице опять то же самое приходит. На первой странице нужно вычеркнуть, а на второй оставить. Если же человек не продал этот предмет, но просто выставил его на продажу. Или оставил завещание, чтобы его продали. Или что? Предложил этот предмет как подарок. А тот, кому он предложил, не принял этот подарок. Говорит. Или если это рад, то подписал с ним договор о выкупе. Или завещал о том, чтобы его освободили. Или сказал ему, ты свободен после моей смерти. Каан-на-ру-джуан. Все это является тоже отказом от завещания. То есть, видишь, человек завещал, допустим, этот компьютер моему соседу. В качестве завещания. Потом выставил этот компьютер на продажу. Или предложил его как подарок. Или завещал, сказал этот компьютер продайте после моей смерти. Здесь уже понятно, что он отказался от того завещания, когда оставлял его в качестве завещания соседу. Дальше. Говорит. Потому что эти действия указывают на его намерение отказаться от завещания. Раз он выставил вещь на продажу или предложил в качестве подарка. Или то, что оставил завещание, чтобы этот предмет продали. Или оставил завещание, чтобы этого раба освободили. Потому что это второе завещание противоречит первому завещанию. В первом завещании сказал этот компьютер оставьте соседу, а во втором завещании написал продать его после моей смерти. Говорит у Аль-Китаба Беа. И также подписывание договора об освобождении раба тоже считается одним из видов продажи. Вот Тадбир Аху Аминалу Сыя. А Тадбир еще сильнее, чем завещание. То есть если человек сказал, этот раб свободен после моей смерти. Получается то, что то завещание, где он оставил такого-то раба своему соседу, уже является недействительным. Почему? Потому что Тадбир сильнее, чем завещание. Потому что если человек оставил раба и сказал ему, ты после моей смерти свободен, то он по факту смерти сразу становится свободным. Как бы то ни было. А если он оставлен в завещании, то завещание еще надо принять, на него надо согласиться, его надо забрать и тому подобное. Поэтому говорит Тадбир сильнее, чем завещание. То есть поняли, как человек может отказаться от своего завещания. Либо словом, либо делом, любым, который указывает на отказ. Далее. Следующий вопрос. Если человек оставил в завещании какую-либо вещь, а потом использовал эту вещь таким образом, что эта вещь поменялась от своего прежнего состояния. Как если человек оставил в завещании зерна, а потом сам же размолол их. Или оставил в завещании муку, а потом превратил ее в тесто. Или оставил в завещании хлеб, а потом сам же его раскрошил. Все это тоже считается за отказ от завещания. Потому что человек этим самым удалил название этого предмета, это уже не мука, это уже тесто. Это уже не хлеб, это уже крошки. Так это уже не зерно, это уже мука и тому подобное. Говорит. И выставил это дело под использование. То есть это предмет под использование. Все это указывает на то, что он отказался от своего завещания. И это мнение ханбалитов и шафиитов. Дальше. Если же человек оставил в завещании какую-либо ткань, как коттан и тому подобное, а потом превратил ее в пряжу. Или наоборот, оставил в завещании пряжу, а потом превратил ее в ткань. Или оставил в завещании одежду, а потом разрезал ее. Все это является отказом от завещания. И это мнение также ханбалитов, шафиитов и ханафитов. А некоторые из ханбалитов и шафиитов сказали, нет, такое изменение предмета из одного состояния в другое не считается за отказ от завещания. И это мнение также Абу-Саура. Сказали, потому что оно не меняет имя. Сказали, ибн Кудама. Нет, ведь эти слова не являются правильными. Потому что человек использовал этот предмет. Так и это является возвращением. Так же, как если бы он продал этот предмет, подарил, отдал качество садаха и так далее. А что касается слов Абу-Саура, то, что имя его предмета не поменялось, не является правильным. Потому что одежда не называется пряжей. А пряжа не называется материалом. То есть, коттоном и тому подобное. И так, на этом закончат слова ибн Кудама. Значит, если человек оставил какой-то предмет в качестве завещания, потом сам же использовал этот предмет так, что этот предмет поменялся, поменял свои характеристики и стал другим предметом, то считается, что он отказался от этого завещания. Давайте еще один вопрос возьмем. На этом завершим. И последний вопрос. Если человек оставил в качестве завещания какую-то долю своего имущества, сказал, треть моего имущества бедняка. То когда рассматривать эту треть? На тот момент, когда он написал завещание или на тот момент, когда он скончается? Потому что, когда он писал завещание, может быть, его имущество было миллион. Когда он скончался, его имущество стало 100 миллионов. Правильно или нет? То есть, здесь треть, это было сколько? 300 тысяч, 330 тысяч и тому подобное. А тогда это уже сколько? 100 миллионов. Это уже, Субхан Аллах, 33 миллиона получается. То есть, разные вещи. Как нам считать? Говорит, мыслан якуль, как если человек скажет, я оставляю треть своего имущества нищим и бедным, то сколько отдается беднякам? Треть имущество, которое присутствовало при написании завещания, или треть имущество, которое присутствует на момент смерти человека, даже если это имущество уже успело убить. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых. То, что нужно смотреть на имущество и выбирать из него треть на момент смерти этого человека. Каковым было имущество на момент его смерти? Потому что власия, завещание, это что такое? Это как бы дарование, которое притворяется в жизнь посмертно. И это мнение имама Ахмада, Малика Ашафи, Абу Саура, Аля Узая, а также ханафитов. То есть, получается, всех четырех мазгабов. И второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых шафиитов, которые сказали. Сказали, нет, нужно смотреть на то время, когда он писал завещание. Потому что именно в это время он писал, и именно это имущество он подразумевал в своей голове, когда писал. Говорит, и это мнение Ибн Хазма в этом вопросе. Поэтому они говорят, если человек написал завещание, а потом его имущество увеличилось, то вот эта вот разница, то есть вот это вот увеличение, уже не включается в понятие завещания. А если, наоборот, имущество уменьшилось, тогда Ибн Хазм говорит, нужно выплачивать треть из того, к чему уже вернулось имущество, то есть на момент смерти. И здесь уже ведь не нужно смотреть, на чем он был, когда писал завещание. Но правильным, говорит, является мнение большинства ученых. Почему? Потому что завещание, это что такое? Это дарование, о котором каждый человек знает, что оно притворяется в жизнь посмертно. И каждый человек знает, что его имущество либо увеличится, либо уменьшится. И раз он конкретно не указал, что он оставляет завещание, а указал лишь долю, то это указывает на то, что он имел ввиду треть того, к чему вернется его имущество на момент его смерти. И одному Аллаху лучше известно. Вот этот вопрос ясен или нет? Значит, если человек не выделил в качестве завещания что-то конкретное, а просто долю, четверть моего имущества, пятую часть моего имущества, десятую часть моего имущества, третью часть, и так далее. То, какое имущество подразумевается под третьей частью, то имущество, которое имеется на момент его смерти. Когда он скончался, мы смотрим все его имущество. Потом оцениваем его, и третью часть отдаем тому, кому он это оставил. Соседу, беднякам, и тому подобное. Это уже смотрится по завещанию. Продолжение следует...